Ассаламу алейкум, дорогие ученики, доброго времени суток. Сегодня мы с вами пройдем такую особенность имени, как определенность и неопределенность. Итак, имена в арабском языке могут указывать на что-то в общем смысле и могут указывать на что-то известное, конкретное. Объясним это на следующем примере. Мы говорим мусульманин, при этом можем подразумевать, что это какой-то мусульманин, или иначе говоря, любой мусульманин, без конкретизации. И можем говорить о ком-то конкретно известный, конкретный мусульманин. Допустим, зовут его Ахмад. Как арабы различают эти два понятия? Очень просто. Они ставят определенный артикль аль. При присоединении определенного артикля к слову, слово теряет танвин. Следовательно, мы не говорим аль-муслимун, мы говорим аль-муслиму. Определенный артикль аль встречается в арабском тексте очень часто. Наверное, вы уже обратили на это внимание. Прошу запомнить, что это частица, придающая слову оттенок определенности. В арабском языке есть также категория имен, которые являются определенными всегда. Они указывают на каких-то конкретных лиц. Это имена собственные. Например, заид, имя мужчины. Когда мы говорим заид, мы имеем в виду кого-то из мужчин конкретно. Или марием, имя женщины. Когда мы говорим марием, мы тоже имеем в виду какую-то конкретную представительницу женского пола. Местоимения. Это категория имен, такие как он, хуа или она, хия и так далее. Когда придет время, вы со всеми местоимениями познакомитесь. Так вот, местоимения также бывают определенными всегда. Они действительно указывают на кого-то конкретно. Также указательные местоимения. Такие слова, как хэ-э-э-это или этот хэ-э-э-э-э-это. Обратите внимание на сам термин. Указательные местоимения. Эти слова указывают на кого-то конкретно. Есть также имена, которые называются относительными местоимениями. Слова, которые переводятся как КОТОРЫЙ ЛАВИ, КОТОРАЯ ЛАТИ и другие. С относительными местоимениями вы также познакомитесь. Есть также имена, которым направлено обращение. Тему обращения мы с вами разберем отдельно. А пока запомните вот это слово. Е. Это харф, то есть частица. По-русски эту частицу называют по-разному. Частица обращения, звательная частица и так далее. Вот это слово я указывает на то, что говорящий обращается к кому-то. В данном случае я радюлю, что переводится как О-мужчина или Эй-мужчина. Можно просто поставить восклицательный знак мужчина. И мы понимаем, что говорящий обращается к кому-то. Если вы увидите какое-либо имя после частицы обращения, вы понимаете, что говорящий обращается к конкретному лицу. Следовательно, оно не может быть именем неопределенного состояния. Вот пять категорий определенных имен. Осталась еще одна категория, шестая, но о ней сейчас мы поговорим отдельно.